Девятнадцатого июня в администрации города прошло совещание по вопросам, связанным с проблемами здравоохранения. В совещании принимали участие представители концерна Росатом, ФМБА России, Департамента Смоленской области по здравоохранению, руководство муниципалитета и медсанчасти-135. Основанием для встречи стали обращения десногорцев, которые требуют незамедлительного ответа как от руководителей МСЧ-135, так и города. В своем докладе начальник медсанчасти отметил, что плюсами в работе медицинского персонала можно считать высокую квалификацию врачей и то, что в нашей больнице отсутствуют случаи, когда пациента оставили без медицинской помощи. С 2014 года проблемы остаются те же, но продолжают расти. Количество должностей по законодательству растет, при этом численность персонала не увеличивается, что говорит о повышении нагрузки на врачей за счет совмещений. Трудно привлекаются в нашу медсанчасть молодые кадры. Кроме невысокой зарплаты есть еще проблемы с жильем для молодых специалистов. Глава города Андрей Шубин отметил, что руководство муниципалитета совместно с медсанчастью старается решить эту проблему за счет предоставления служебного жилья. А поскольку МСЧ-135 относится к федеральному агентству, на них не распространяются региональные выплаты, как в других больницах области. При этом Смоленская атомная станция является одним из основных наполнителей областного бюджета, а ее персонал требует качественного медицинского обслуживания. По поводу вот этих выплат, в МПРС я обратилась в Федерацию с просьбой о распространении направлений сельских доктор, земских доктор на врачей федеральных учреждений, расположенных в закрытых городах и в городах ЗАТО. Мы говорим о конкретных 20 городах. Мы не хотим это распространять там на всю страну, потому что в других городах, наверное, нет такой остроты, где наше учреждение единственное, но это медицинское. Мы должны в этом городе обеспечить достойную помощь атомщикам. И мы с этим предложением вышли. Сейчас вопрос рассматривается в своей федерации. Если техническое оснащение медсанчасти остается на высоком уровне, то некоторые помещения требуют капитального ремонта, а это немалые вложения. На совещании было принято решение составить дорожную карту по улучшению качества медицинского обслуживания, учитывая все предложения, которые поступили в процессе дискуссии. Такие совместные меры и решения должны обязательно принести положительный результат.